Думская ТВ продолжает работу в прямом эфире. Говорим о главном сейчас с вами Александр Новицкий. И Алла Есина. Здравствуйте. Он сказал «поехали» и махнул рукой. К сожалению, поехать придется не раньше следующего года, потому что вроде как только к концу этого Украина получит безвизовый режим для посещения Европы. Напоминаю, мы говорим о саммите Украина-ЕС, который проходит сегодня в Брюсселе. С нами в студии политический консультант Андрей Бодров. Еще раз здравствуйте. Давайте, прежде чем продолжим наш разговор, послушаем прямую речь президента Украины Петра Порошенко в Брюсселе. Это наиболее сместовый саммит, где мы нашли понимание по всем пунктам порядка. Очень символично, что мы встречаемся сейчас в третью речнице Революции Германии. Про это говорилось в час саммиту. И визнавалось, где те кроки, которые сделал украинский народ за этот час. Я очень благодарю за высокую оценку действий Украинского парламенту, Украинского уряда, в ее действий. Мы продолжаем демонстрировать определенный прогресс на шляху сместнения нашего партнерства, сместнения Ассоциации между Украиной и Евросоюзом. Первое, про что мы сегодня договорились, это четкие перспективы, про что сказал президент ТУСК, ратификации Угоди про Ассоциацию. Эта Угода стала символом новой Украины, символом реформы и борьбы нашей страны за европейское будущее. Украина и ЕС имеют общую позицию, что положение Угоди про Ассоциацию за никаких обстоятельств не должно быть переписано или переглядно. Итак, соглашение об Ассоциации, как сказал президент, ни в коем случае не будет пересмотрено или отложено и так далее. Или переписано. А что переписывать? Соглашение или соглашение? Написано ли оно? Вот в чем вопрос. Подписано. Ну смотрите, давайте, Андрей, рассуждать логически. Мы получили безвизовый режим. Предположим, никакой пользы практически он не несет. Фактически так. Для страны. Для отдельных граждан, которые ездили в Европу и собирали документы на визу, теперь это делать не нужно. По большому счету, это экономия в несколько десятков долларов и может быть... Неделя времени. И какой-то промежуток времени. Я бы даже не очерчивал ее как неделя. Да, собственно. Три-четыре дня, собственно, по большому счету. Больше это не занимало. А уже зная процедуру, делается быстрее все. Сейчас я закончу вопрос. Агентство обычно делали, да, это за один день. Сейчас я закончу вопрос. Мы сделаем паузу небольшую. У нас еще один политолог сейчас будет на связи. Да, Алла? Да, к нам по телефону присоединился Вадим Карасев. К сожалению, связь сорвалась. Как Евро, значит, ассоциация. Переписывать Карасева нельзя. Так вот, фактически никакой пользы для государства не имеет. Сомнительная польза для тех, кто и так знал, как оформлять эти визы и делать регулярно. Следующий момент, которого мы ждем, там морковка, о которой я говорил, мы будем стремиться и делать все, и работать для того, чтобы вступить в Евросоюз. Мы знаем, что крайний срок это 25 лет, но могут, так сказать, и досрочно. Ну, наверное, за какие-то большие подвиги. Вот. Мне кажется, что когда мы говорили с вами о морковке большой, значит, мы замену ее только что нашли. Вот это и будет замена. Мы все будем работать для того, чтобы понравиться тем, кто нас может пустить в Европу раньше. Надо ли нам это? Я бы начал с того, чтобы понравиться друг другу. Почему? Потому что на нынешний момент социальный капитал, собственно, человеческий капитал Украины деградирует все больше и больше. Почему? Потому что разобщенность, которая есть между слоями общества, между определенными территориями, которые, скажем так, находятся в тех или иных политических настроениях, в политикуме, эта разобщенность, она только провоцирует, собственно, еще больше. Вот мы, давайте вспомним любой пример нации, которая сделала рывок из какого-то кризиса. Германское экономическое чудо, японское экономическое чудо. Это нации, которые были объединены определенной идеей. Мы все больше и больше друг друга, собственно, кошмарим в Фейсбуках. Мы все больше и больше друг друга ненавидим, поливаем. Отключить Фейсбук? И так далее и тому подобное. Не Фейсбук виноват. Фейсбук это инструмент, собственно, участники, да, собственно, наполнение, содержание. Хорошо, давайте так. Я давно с вами знаком и дорожу вашим мнением, Андрей, поэтому хочу спросить. А ну, практически рекомендации, накидайте канал, я буду записывать. Может, передадим, куда следует. Относительно чего? Относительно стабилизации ситуации в самой стране? Ну, перво-наперво, конечно же, необходимо, скажем, ввести определенную, ну, скажем так, самоцензуру. Мне кажется, знаете, вот тут в этом нужно начинать с себя. Централизованно навести порядок в этом практически невозможно. Никто не может, ну, наверное, скажем, взять и приказать вам думать так или иначе. С другой стороны, СМИ, которые пользуются теми или иными, скажем, трендами, да, в обществе и раскачивают их для того, чтобы накачать свои рейтинги, тоже подливают масло в этот огонь. Эксплуатация определенных, скажем, там, слоганов или тезисов, эксплуатация определенных сюжетов, да, каких-то ярлыков, которые навешиваются. Если мы помним, там, вот, был канал, который очень несердно использовал ватники, 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 ватники. И докатилось все до господина Нищука, который рассказал о том, что никакой генетики, да, кроме ватной. Ну, по большому счету, самый главный, наверное, конечно, в этом плане спусковой крючок — это то, что делают медиа. Наверное, все-таки и редакционная политика определенных каналов заслуживает пристального внимания, ну, может быть, нацрады, может быть, службы безопасности, потому что это все-таки вопрос национальной безопасности. Может быть... Вы предлагаете цензурировать СМИ? Цензурировать СМИ нет возможности. У нас демократическая, свободная страна. Но, скажем так... Перейти в те времена, когда раздавались темники? Опять же, судно, темники — это, судно, всего лишь форма цензуры. Рекомендации, судно говоря, это всего лишь навсего обратная сторона запрета, да? Конечно. Поэтому я говорю о чем? Я говорю о том, что, наверное, может быть, скажем так, ввести определенный... Ну, опять же, уголовный кодекс, наверное, это уже вот совсем жестко, да? Ну, уголовный кодекс вполне мог бы, скажем... За что? За что? За разжигание. За разжигание. За сегрегацию, за взаимоуничижение. Может быть, за взаимоуничижение даже не в уголовном, а в административном кодексе. Но, тем не менее, судно, преследование друг друга по политическим взглядам — это, собственно, совершенно не европейская практика, да? Куда мы так стремимся? Мы так рассказываем о том, что, собственно, мы хотим быть Европой. Но посмотрите, может ли, собственно, состояться в Европе то, что может состояться у нас. Могут там, скажем так, радикально настроенные, собственно, молодчики взять и избить, собственно, своих политических оппонентов. Конечно, да, есть, собственно, там какие-то арабские погромы в Париже и так далее и т.п. Ну, это асоциальные элементы, да? Но при этом эти методы не становятся инструментом политической борьбы. На ваш взгляд, собственно, сегодня было продемонстрировано, что Европейский Союз и Украина вроде бы как идут на очередное сближение. Нет ли опасения, что в этот момент, когда показывается на экранах телевизоров, в кулуарах, что мы идем на сближение с Европой, что обострится ситуация на Донбассе, к примеру? Ну, вы знаете, я бы сейчас, во-первых, скажем, коснулся бы вообще текста, который произнес господин Туск. Я не могу считать результатом заявления из серии «Мы вас любим», «Мы о вас помним», «У нас есть свои сложности», но скоро все будет. Вряд ли это можно, ведь по большому счету… Ну, мы взяли только небольшой фрагмент, по крайней мере, если верить Святославу Циголко, который является пресс-секретарем президента Украины, который написал в Твиттере, что Дональд Туск четко сказал, что до конца 2016 года Украина получает безвиз. Господин Циголко совершенно недавно писал о том, что, собственно, господин Порошенко поговорил с президентом Киргизии. Оказывается, он разговаривал с пранкером. Поэтому давайте дождемся. То есть вы сомневаетесь в том, что действительно будет безвиз? Ну, в самом деле, господин Туск ничего про… Ну, на месте в Брюсселе присутствует наш корреспондент Ольга Хитик, которая, собственно, присутствовала во время речей всех, и Дональда Туска, и Юнкера, и Порошенко, и она тоже сказала, что было заявление о том, что… И господин Туск сказал, «Мама, я глянусь, вот такая дата». Возможно, даже в такой форме этого я не знаю, учитывая его акценты, как он говорил на украинском, возможно, именно так и сказал. Но, тем не менее, если действительно это сближение происходит, не опасаться ли очередного витка обострения конфликта? Ну, вы знаете, на самом деле, конфликт на Востоке, он мало зависит от каких-то вот таких ритуальных, скажем, поклонов, которые изображают… Я имею в виду английскую со стороны Российской Федерации. Я понимаю. Хоть со стороны, скажем так, ОРДЛО, особенно, хоть со стороны Российской Федерации. Ведь, на самом деле, до сих пор… Если бы, скажем так, Украина все-таки признала это войной, да, тогда можно было бы хотя бы о чем-то разговаривать. Но, на самом деле, то, что есть… То, та, скажем так, позиция, которую занимает украинское руководство сейчас, ну, она абсолютно дифферентна по отношению к европейскому процессу. Это антитеррористическая операция. Андрей Павлович, на минуту вас прерву, потому что телефонная связь – это дело такое. У нас на телефоне политолог Алексей Якубин. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте. Как расценивать то, что сегодня происходило в Брюсселе, то, что сказали, по сути, что Украина получит безвизовый режим до конца этого года? Можно ли верить этим словам? Ну, на самом-то деле, мы, например, понимаем, что это либерализация визового режима, да, это не совсем, вот, разокомирован этот безвизовый режим. По поводу до конца года, я думаю, что вероятность этого достаточно высока, именно самого решения. Но мы должны понимать, что даже если это решение будет принято до конца года, нужно минимум три месяца на имплементацию этого решения. Потому, ожидать, что прямо с следующего года украинцы получат такую возможность, я бы не стал, да. И тут еще есть один нюанс, который, мне кажется, стоит сказать. На самом-то деле, у меня складывается впечатление, что вот такое затягивание с либерализацией визового режима, на самом-то деле, в какой-то мере выгодно отдельным представителям власти, потому что это позволяет… Украинской власти, Алексей? Да, украинской власти, потому что это позволяет говорить о том, что вот, вот, вот скоро будет, ждите, мы работаем над евроинтеграцией и так далее. А если вот мы его получим, вот о чем будут говорить дальше наши представители, да. То есть мы же понимаем с вами, что никто пока не обещает членство Украины в ЕС, да. Более того, есть позиция Голландии, Нидерландов в этом вопросе, достаточно жесткая по отношению к Украине. Да, мы слышим сейчас о некоторых переговорах в этом вопросе, да, даже о ратификации соглашения о ассоциации, да, и те требования, которые Нидерланды выдвигают. То есть на самом-то деле, я думаю, что для власти в какой-то мере выгодно, чтобы вот этот вопрос о либерализации визового режима переносился дальше и дальше и дальше, чтобы можно было населению показывать работу по евроинтеграции. Потому что потом не совсем понятно, что показывать. Что Украине даст эта либерализация? Обычному украинцу? Ну, мы должны понимать, что обычному украинцу либерализация может отчасти дать возможность, да, туристических поездок в Европейский Союз на 90 дней. То есть право на работу и другие социальные вещи либерализация не даст, да. В общем-то, у нас есть пример Молдовы, которая с 2014 года пользуется таким режимом, и мы видим, что социально-экономических проблем Молдовы она не решила. То есть те, кто хотел, те активные группы людей, которые ездили в Европейский Союз, она воспользовалась этим, а остальные граждане, в общем-то, они все равно продолжают находиться в той сложной ситуации. Так и возникает вопрос, за чего нужен этот театр с рассказом о том, что нам безвизовый режим просто решит все проблемы? Ну, мы должны понимать, что для многих представителей власти это превратилось в некую, знаете, часть культа, с помощью которого можно объяснять, почему мы должны нести такие жертвы в экономике и в других вопросах. Например, да, вот сегодня активно мы слышим уже информацию о том, что вроде бы Украина согласилась снять мораторий на вывоз леса Кругляка, да. То есть то, что, грубо говоря, будет вести к тому, что у нас леса в Карпатах и дальше будут вырабатываться, в общем-то, и экология нашей страны будет ухудшаться. Но при этом мы слышим о том, что вот мы договорились, да, то есть Европейский Союз пролоббировал. То есть у нас просто на самом деле вот либерализация визового режима, она превратилась неким образом в культ части политикума, да, как объяснение, что вот куда мы стремимся. Алексей, все понятно. Это та самая морковка, которую мы сегодня обсуждаем уже почти целый час. Вот если эта морковка пропадет, все-таки придется ввести этот безвизовый режим, как вы думаете, власть придумает еще какую-то светлую цель? А вот, понимаете, вот тут и возникает ключевой кризис идей. А какая может быть дальше светлая цель? Вот мы знаем то, как бы, да, требование, которое выдвигает сейчас Нидерланды. Нидерланды требуют, что в будущем, если они готовы ратифицировать ассоциацию с Европейским Союзом на таких условиях, что Украина, будет четко записано, что Украина не претендует на членство в Европейском Союзе. Дальше, что украинцы не претендуют на рабочие места в ЕС, что Украина не претендует на получение помощи от структурных фондов Европейского Союза. Да, я читала этот список, у меня возник вопрос, зачем тогда нам вообще нужна ассоциация, если все вот эти вот пункты «не», по сути, убивают все стремления. Ну вот в этом есть ключевая проблема, понимаете, для власти, вот как это не парадоксально, сейчас выгодно оттягивание ситуации с либерализацией юзового режима, чтобы хотя бы в какой-то мере говорить о евроинтеграции, потому что потом о евроинтеграции, в общем-то, а в чем можно будет видеть прогресс, да, если Украина на себя возьмет такие обязанности. То есть, потому я думаю, что в какой-то мере вот та ситуация, которую мы сейчас наблюдаем в Молдове, да, политического конфликта, да, она может быть в будущем характерной для Украины, когда власть вот достигла вот этой либерализации юзового режима, есть некая зона свободной торговли, а экономических проблем, социально-экономических проблем это не решило, да, то есть страна все равно находится вот в неком социально-экономическом кризисе и не преодолевает ни нищету, ни другие проблемы. Алексей, благодарю вас за то, что нашли возможность включиться в работу нашей студии, всего вам доброго. Напоминаю, что на телефонной связи вы политолог Алексей Якубин, возвращаемся в студию. Вот хотела затронуть вопрос, не знаю, читали ли вы тот список, который предоставили Нидерланды для того, чтобы подписать соглашение, пойти против решения референдума. Как расценивать это? Я понимаю, что для властей Нидерландов это очень большой шаг и риск идти против воли народа, по большому счету. На самом деле есть результаты референдума, которые были, собственно, сугубо отрицательными для Украины. Да, можно оправдывать это тем, что была низкая явка, но по факту мы имеем то, что они против ассоциации. Низкая явка – это норма для любых референдумных, плебисцитных, собственно, каких-то процедур в Европе. Тем более, когда речь не касается напрямую своей страны. Да, напрямую идет не о своей судьбе, не о своих гражданах. Конечно же, это было нормой. И тот список, который опубликован, это всего лишь, с моей точки зрения, способ, скажем, имплементировать результаты референдума, ввести их в действие, только не, скажем, выражая свою волю четко в качестве артикуляции каким-нибудь политикам. Нет, потому что мы так говорим, нет. А, собственно, просто усложнить, как это обычно нам из… Жизнь мобильной не казалась. Вернее, и безвизовый режим нам, собственно, точно так же выстраивали. Дорожку к нему устилали, скажем так, терниями. То же самое, собственно, и касается и евроассоциации. Нужно говорить о том, что вот эти все страдания, которые мы претерпеваем на европейском пути, они привели к тому, что уже и большинство украинцев становятся евроскептиками. Ну, это по всей Европе сейчас происходит. Ну, Европа, собственно, этим наелась, потому что она это попробовала и разочаровалась, да. А украинцы умудряются уже сейчас, скажем так, разочароваться, даже не попробовав. Мечтав об этом, стремясь к этому, да, но при этом умудряются разочароваться, даже не попробовав. Вы знаете, я думаю, что, ну, наверное, скажем так, хорошо, когда люди учатся на чужих ошибках, а не на своих, не набивая собственные шишки. Ну, люди не способны, давайте будем честными, учиться на чужих ошибках. Это правда, это правда, но факт остается фактом, скажем, просто не остается надежды. Не остается ни надежды на то, что это реализуется, ни надежды на то, что это принесет какие-то... Мы будем оставаться оптимистами. Вы нырнули в глубокий пессимизм в конце разговора. Опять же, я говорю о данных социологических исследований, да. К сожалению, и в плане оценки своих, скажем так, перспектив и социальных, экономических, и в плане европейских перспектив, избиратель сейчас находится действительно в глубокой депрессии. Думаю, что очень скоро мы будем говорить о досрочных выборах и поднимем эту тему снова. Я благодарю вас за то, что вы пришли сегодня к нам. Напоминаю, у нас в гостях был политический консультант Андрей Бодров. Передаем слово Ксении Терзи. Она ознакомит вас с последними событиями, которые происходят в Одессе. После вернемся в студию, продолжим работу. Оставайтесь на Думской ТВ, им будет интересно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова